Продолжим классическую задавку, рассмотрим исторические шипы. В первой голове, если в прошлой раз мы рассматривали шипы, в первой сценарии, то сейчас давайте рассмотрим классические шипы. Здесь же замены, подстановки и подстановки. И сегодня мы, пожалуйста, прием только моно-обвалительные подстановки. Моно-обвалительные подстановки. То есть, давайте посмотрим все-таки шипы замены. Или подстановки. То есть, их можно разбить или выделить три таких больших класса. Это у нас шифры замены значились, если бы во второй лекции у нас были первые, это были шифры перестановки, вторые шифры замены. Ну, в третий класс это были композиционные шифры. Какие все-таки более конкретно мы рассмотрим шифры замены или подстановки? Моно-обвалительные. 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 Или их называют еще простая замена. Моно-обвалительные. 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 Моно-бвалительные. И fonts равны. Можно их отремонтировать конечно не столько условно, поскольку эти классы много. как-то пересекаться в первом случае. Ну и давайте рассмотрим первый такой класс моно-алфа-битной подстановки. И заменим. Ну, как и ранее, у нас открытый текст представлялся в виде последовательности символа . Шифр текста представлялся также в виде последовательности символов из некоторого алфавита. Ну, вообще говоря, эти алфавиты у нас, как правило, один и только. Хотя мы, может, будем рассматривать и тот же и ранее алфавит. Т.е. принадлежат алфавиту без м символа, без м буквы. Т.е. этот алфавит можно рассматривать как последовательность букв какого-либо языка с дополнительными символами. Либо очень удобно нумеровать их от нуля до m-1, в порядке перед этим, конечно. И рассматривать алфавит как просто кольцо вычитано. И рассматривать потом вычисления по модулю 1 удобнее. Ну вот, давайте посмотрим определение. Ну, можно управить не подстановку. Не можно управить не подстановку. Идем на. Называется шифа. Это определяемый секретным ключом, а именно секретным ключом, которое является подстановкой на полете. Это определяемый секретным ключом, как это, если мы поговорим, как мы говорили, удобно нам переступлять от 0,1 до 1,1, то, соответственно, ключом будет подстановка на множество, то есть бирекция. И, соответственно, поскольку это бирекция, то все И не равняются И, Л, когда не равняется Л. Ну и, соответственно, НЖ, ТНГ, ЗАП, это много, кстати. А вот Ж, ТНГ, ЗАП и ЗАП. Бирекция, которая является секретным ключом в следующем образе. Следующий образ. Зашифрование. 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 И, если вы имеете в виду, дает длина текста у нас. То есть, когда задан у нас шифрованный объекция, мы по шифрованному находим открытый объекция, открытый знак будет, соответственно, К-1, И-3. То есть, моноуправительная подстановка определяется в общем случае вот таким вот ключом. Просто некоторые подстановки на алфавите. Ну, алфавит И-3. Ещё раз повторяю, удобно записывать в виде чисел, удобно иногда и в виде символов записывать. Ну и подчеркнём, что К-1 по секрету ключу К быстро и легко находится. Обратная подстановка. Просто, если объекция у нас в эту сторону, то обратная будет объекция, соответственно, из нижних символов верхней символы. То есть, просто это считается, что один и тот же ключ у нас. И для шифрования, и для шифрования, и для шифрования. В общем случае. В общем случае. В общем случае. в время он скучает на куда-то рисунок. Это первое количество символов в алфавите. То есть, очень много. Ну, например, мы равняемся в 26. Матильский обновить, английский. Можность ключевого пространства у нас будет 26 повторял, но это будет приблизительно 4 помножить на 10 в 26. Ну, в принципе, такое число ключей, даже в латынском полковиде, по современной технике не перебирается. Не перебирается. То есть, конечно, при выборе ключа надо позаботиться о том, чтобы, во-первых, ключи не выбирались достаточно случайно, а не в результате некоторого детерминированного алгоритма. Потому что этот алгоритм, так скажем, быстро становится известным и криптоаналитом. И он может выбирать тогда ваши ключи с помощью этого алгоритма. или с небольшим перебором. То есть, они должны выбираться случайно. Ну, и, во-вторых, надо исключить слабые ключи. Ну, если мы возьмем, скажем, в шифрах такой вот общей моноалфавитной подстановки, условно, среди всех этих 26 факториалов, а если M мы возьмем 32, что чаще всего у нас алгоритм такой будет использовать, то M факториал у нас будет 32 факториал, ну, это приблизительно, 2,7 на 10, на 10, на 10 35 ну, проверить. Ну, для того, чтобы эти ключи задать. Ну, например, если эти ключи, какое множество ключей, каким-то образом кодируют. Если двоечным автомитом, то тут понадобится нам для кодирования этого ключа логарифм, соответственно, 4 на, ну, логарифм 26 повторял. Это 88, по-моему, 28. То есть это где-то понадобится 90 битов за кодирование этих ключ. Ну, здесь вот это будет 118. То есть это огромные числа, которым, естественно, неудобно пользоваться. Логарифм 32 повторял, примерно 118. Неудобно пользоваться. И сейчас мы посмотрим, как все-таки исторически выбирались ключи в способе закрывания и расшифрования. Ну, и, конечно, надо выбирать и исключать слабые ключи. Ну, например, подстановки. Здесь, естественно, среди этих вот 26 повторял и смен 26 присутствует тождественная подстановка, с которой, естественно, ничего не будет шифровать. Ну, много подстановок с неподвижными точками. Ну, это не так опасно. Но, скажем, если посчитать число каких-то подстановок без неподвижных точек, ну, если на конвертологике эти задачи считать, то их будет примерно E в минус первое от общего числа. Ну, где-то треть. Ну, достаточно много. Ну, правда, это тоже не выход, поскольку если подстановка не будет содержать неподвижных точек, то мы уже знаем, например, если получили шифров текст, то каждая из двух шифрованного текста не может быть такой же и в открытом тексте. То есть тоже у нас будет какие-то информации для криптоанализов. То есть, в принципе, если мы имеем достаточно хорошие подстановки, чтобы не было кусков открытого текста, то их можно приблизительно считать, что их будет нам повторять. То есть достаточно много. И пользоваться таким количеством ключей и таким космосом до сопрования, ну, в общем-то, когда у нас была только ручная третажа, естественно, было неудобно. Ну и вот давайте мы рассмотрим сейчас примеры исторических шифров, которые использовались в течение двух тысяч лет лишних примеров. Да, но я еще хочу подчеркнуть. Моналфалитму подстановки. Это значит, как видите, здесь левыми накладинцами на символы X на какой-то позиции. И с первой позиции. Всегда у него в результате шифрования получится один и тот же знак в шифрованном тексте. Один и тот же. То есть каждому знаку открытого текста будет соответствовать одинаковый знак шифрованного текста, независимо от места где он находится. То есть это главное свойство такое моналфалитной постановки. Ну, почему моналфалитная и полиалфалитная, вы потом можете посмотреть дальше. Примеры исторических шифров моналфалитной заметны. Ну, опять же, это, пожалуй, самый известный шифр такой, шифр Цезаря. Секретный ключ. Секретный ключ. Секретный ключ. Т.е. мощность у всего пространства здесь у нас всего лишь M есть одиннадцать. Конечно, очень небольшая. И, соответственно, как происходит шифрование. Ну, сам Цезарь. 3, K равна 3. Ну, это тот ключ, который выбирал обычный Цезарь. Один и тот. Вот. Ну, император Раус выбирал 4. 3, K равняется 3. Каждая буква заменяется на другую букву со двигом волковития вперед. То есть, ЦЕ. ЧЕ, ША, ЩА. Значит, ЦЕ переходит в ЩА. Е. Ну, Е и ЙО если мы объединяем, по правительству 37, то Е, З, Ж, З, И. Е переходит в И. З, З, И, и краткая К. А. Б, 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 Б. Су, Р, С, Т, У. Переходит в У. И я. Теперь мы как-то смотрим, по виду у нас пальцом свернут. И я переходим на начало А, Б, Б. Ну, вот, получается шифрованный текст с шифрами. Понятно, что такой шифр очень легко взламывать с помощью просто перебора по всем ключам. Их не много. Но давайте все-таки запишем это в виде цифры, символов. То есть, опять же у нас открытие х. Х. Х1. 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 Шифр. Текст. И. 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 К1. И. К1. Ключ. Секретный ключ. И. К1. Земля four-м fireb, С jamaisrr…. Йинка, с actuallycrbal, с классом глупyyyn. И. К1 разберём сна. И. К2 промахи. И. 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 К1. Раста choicecrbal, сна начало я выengesнтё Prozent. В нашу формата. как и номера в алфавите. А вот, как номера в алфавите. Давай, теперь мы напишем и алфавит, как номера в алфавите. И мы, соответственно, Y, и у нас будет X, I, K, 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 K. Все это по модулю N. Все готовы идти, и X, и K. И так чисто рассматривается. Ну и модуль берется остаток разделения на N от 0 до N минус единиц. То есть, в результате в такой операции мне опять же придет некоторая буква из алфавита Z, N. То есть, когда у нас задан шифрованный текст символом Y, K, то X у нас получается Y и минус единиц по модулю N. То есть, в процессе зашифрования и расшифрования у нас вот такие вот растыли. Ну, давайте все-таки мы напишем алфавит по-русски, да? А, В, В. И ее соединяем. В, С, И, К, К. Т. То есть, V, С, И, К, К. И, К, К, К. Если я ошибаюсь, то отправляйте. Р, К, С, Ч, Ш, Щ, Л, Н, Я, Т, Ю, Я. Я ошибся или ошибся? Ё, 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 Ё объединены. Сейчас давайте посчитаем. Значит номера. 0, 1, 2, 3. Кулярные номера. Мы не забываем на примерах. Когда будет у нас на прописках 4, 5, 6, 12, 12, 14. 18, 29, 30, 31. По крайней мере, по количеству правил. Если рассматривать пример какой-нибудь, давайте пока ночь возьмем пример. Например, открытый текст. Пока мы оставим это. Открытый текст у нас. Ю, Ла. Секретный ключ. Давайте возьмем, там, ну, старый. Слацент, Ла. Секретный ключ. Ла, ранний класс. Шифр текст. Ну, мы уберем, что ответственно. Получаем 30, Ла у нас 11, Я 31. Ну, и шифр текст. Шифр текст получается в результате прибавления 22 в каждой позиции. То есть получается у нас на один и тот же всегда дверь. Ну, и в результате по модулю N, и в результате мы получим 52 по модулю 32 будет 20. Здесь 33 по модулю 32 будет 1. Ну, и здесь 21. 21, да? 53 по модулю 32 будет 20. Ну, и в результате переводим эти буквы. Теперь эти числа в буквы и смотрим 20F, соответственно, 22C, ну, и 21H. Ну, получился шифрованный X. Такое вот. Это очень простой шифр. Уже хотя бы потому, что ключевое пространство совершенно небольшое. Ну, как мы видим дальше, его можно даже еще проще взламывать. Так называемый, сейчас тот не монар. Там вторая буква не там. А, да. Там мы имеем в виду B. Вторая буква А, B. Да, вы все, простите, да? Это не А, а Б. Б, да. Б, да. Спасибо. Ну, вторая шифра. Афинный шифр. Мона. Афинный шифр. Ну, давайте мы запишем все-таки открытый текст. Открытый текст один раз, сюда нам не писать много. Открытый текст один раз. И, в общем-то, здесь у нас половины шифрования и расшифрования будут управляться в причем секретном, который состоит из пары чисел. Ну, а именно, секретный текст. Это пара А, Б, упорядоченная пара, причем А и Б могут быть от нулятором М минус единица. Ну, и А, у нас будет взаимно простая стена. Вот, взаимно простая стена. А, не может быть у В? Ну, конечно, не может. Потому что, если оно взаимно просто, то оно не милым не может быть, а не может быть у В? Ну, мощность ключевого пространства. Какая? Ну, В может быть любую. То есть от нуля до минус единица. Значит, прям просто М вариантов. А А должна быть взаимно просто с Фи. То есть взаимно просто с М. То есть это будет Фи от М. Ну, и, например, в нашем алкогите, когда М равняется 32, то мощность ключевого пространства у нас будет уже 32 помножить на Фи от 32. На 16. И надо даже и функцию считать, потому что и так сразу видно, какие числа взаимно простые из 32. Все нечёртые. Все нечёртые числа взаимно простые. Ну, хотя в дальнейшем, конечно, понадобится нам вспомнить форму для Фи. То есть тут будет на 16. Ну, это будет какая-то 2 в 5, 4, 2 в 9. Это 512. У нас будет мощность ключевого пространства. Ну, 512 ключей. Это уже достаточно много для ручной криптографии. Ну, кстати, интересно, что если мы волковик это уменьшим, всего лишь на одну букву, скажем, объединим, обычно делают лягкий и твёрдый знак, и у нас будет 31 буква. И тогда число возможных ключей возрастёт. При твёрдый знак, может быть, у него пространство у нас такая. 31 помножить на 30. То есть это будет, что там, 930? То есть почти тысяча четырнадцать. Вот. То есть таким простым способом сразу возрастает число возможных ключей и криптоанализм методом перебора уже выполняется существенно. Хотя, как вы видели, в эпоху Цезаря считалось даже Шипа Цезаря достаточным для стойкости. Ну, конечно, это будет для тех, кто не может даже предположить, что это такое. Вот. А что касается, конечно, тех, кто знает, неудобнее Шипа Цезаря, то Шипа Цезаря – это очень-очень слабый цепь. Ну, вот это несколько сложнее. Давайте посмотрим, как проходит зашифрование алгоритма. Ну, для любого. И объединяется до Н, у. Ну, поскольку это у нас, опять же, моноотковитный, то есть независимо от того, где находится буква, она всегда одно и ту же переборит. Равняется АХИ плюс Б, ну, условие М – слабый snowball Max. Ну, и раз шифрование. Раз шифрование. Раз шифрование. Мы получаем х3 равняться. Это уравнение, когда нам известный вид, надо найти х. Просто известный вид у и минус b. Казалось бы, поделить на а. Ну, а поделить, это значит умножить на а в минус первой по модулю m. Ну и тут нам надо как раз взаимная простота, которая требовала в самом начале. Для того, чтобы можно было посчитать а в минус первое и однозначно восстановить по шифрованным детствам крылья. Однозначно восстановить. Давайте мы напомним все-таки, как у нас считается, во-первых, функцией. Функция. Функция эйдера. Знаете вот так? Число чисел из множества. Которые взаимно простые сенсы. Ну и обозначение под N функция Эйлера. Это не так трудно, но довольно объемно доказывается. Которые взаимно простые сенсы. П в степени Альта Х минус П в степени Альта и минус единица. И равняется как R, M. И произведение. Единица или минус единица? Там M, напевно. Не M, а M. И минус единица до R. П в степени Альта Х минус П в степени Альта Х минус единица. В степени Альта Х минус П в степени Альта Х минус. В степени Альта Х минус. В степени Альта Х минус.